ПАТРОН ФЛАБЕРА И запустить изделие, если не в массовое, но все же в коммерческое производство Пистолет производится в Украине, хотя термин производится в данном случае не совсем корректный Так как ПМФ-1 по своей сути является модификацией пневматического газобаллонного пистолета МП-654К Который в свою очередь является модификацией реального пистолета Макарова Вот такая хронология модификаций в одной модели Краткий экскурс в историю создания пистолета Макарова и обзор МП-654К Который послужил базой для его модификации в пистолет под использование патрона Флабера ПМФ-1 является второй попыткой внести изменения в МП-654К и позволить ему использовать патрон Флабера Первая информация об этой модели появилась летом 2013 года И вызвала довольно большой ажиотаж среди поклонников пневматического оружия и поклонников револьверов под патрон Флабера Но ажиотаж от этой новости довольно быстро сошел на нет, когда выяснилось, что модель имеет очень много недоработок Которые не позволят ей привлечь внимание покупателей И вот осенью 2013 года доработанная по заверениям производителей модель ПМФ-1 появилась в свободной продаже Меня, признаюсь, несколько смутила информация о предложенной цене на ПМФ-1, которая составляет около 400 американских долларов Но, возможно, это и оправдано Давайте разбираться вместе Пистолет ПМФ-1 в настоящее время представлен только на рынке Украины и поставляется в следующей комплектации Картонная упаковка Руководство пользователя Выписка из экспертного заключения, что пистолет не относится к категории огнестрельного оружия Шомпол для извлечения стрелянных гильз И пистолет ПМФ-1 Пистолет ПМФ-1 создан, повторюсь, на базе пневматической модели российского производства MP654K Версии 2012 года Собранный из оригинальных деталей пистолета Макарова Представленные модели ПМФ-1 рамка и кожух затвор не шлифованные Исключение составляют место для нанесения номера пистолета на раме и боковые части кожуха затвора На которых зашлифована предыдущая информация и нанесена новая маркировка Место для выбрасывателя на кожухе затворе по-прежнему зияет пустотой И поклонникам точных копий придется с этим что-то делать Курок, доставшийся в наследство от MP654K, также не подвергся доработке И имеет пропил, который доставит вам определенные проблемы, если вы захотите взвести курок движением затвора Спусковой крючок в ПМФ-1 это вновь изготовленная деталь, особенность работы которого мы рассмотрим позднее Накладка рукояти оригинальная, доставшаяся в наследство от пистолета Макарова Магазин пистолета также представляет собой вновь изготовленную деталь Его извлечение типовое для пистолета Макарова Магазин подогнан неплохо и извлечение происходит без серьезных задержек Рычаг затворной задержки не функционален и выполняет декоративную функцию Хотя и является оригинальным рычагом пистолета Макарова поздних годов выпуска Разборка ПМФ-1 стандартная для пистолета Макарова Извлечь магазин Снять пистолет с предохранителя Отвести в нижнее положение спусковую скобу и зафиксировать ее на раме Отвести затвор в крайнее заднее положение и приподняв его освободить от соединения с рамой Сдвигая затвор вперед, снять его со ствола Сборка пистолета осуществляется в обратном порядке Основные изменения во внутренней конструкции это удаление отражателя и изготовление нового ударника Модификация курка и удаление выбрасывателя Ствол в пистолете ПМФ-1 используется от МП-654К без каких-либо изменений и доработок В этом мы можем убедиться при помощи 4,5 мм шарика, который под собственным весом свободно проходит через всю длину нарезного ствола Но дело в том, что боеприпас, ради которого выполнена эта модификация, имеет калибр 4 мм Как это скажется на точности стрельбы и скорости полета пули, мы с вами проверим при проведении стрелкового теста Стволик под использование 4,5 мм шариков, нарезной, металлический и запрессован в основной ствол Длина стволика составляет 90 мм, что меньше общей длины фальш ствола И за счет этого достигается визуальная схожесть с боевым ПМ, если смотреть на пистолет со стороны дульного среза Возвратная пружина – оригинальная пружина пистолета Макарова Более детально рассмотрим магазин, так как в нем и кроются основные изменения и доработки, позволяющие использовать 4 мм патрон Флабера Рама и барабанный магазин – это полностью новая комплектующая, не имеющая отношения к МП-654К Он изготовлен из металла и повторяет форму магазина пистолета Макарова Верхняя часть рамы барабанного магазина и является тем скрытым от глаз решением, о котором многие предполагали и говорили Но до сегодняшнего времени пока не представили в промышленном варианте Здесь размещен пятизарядный металлический барабан, посаженный на штифт и фиксирующийся при помощи шарообразного подпружиненного фиксатора Размещенного в верхней части рамы Также здесь размещен блок ударника, снабженного возвратной пружиной и оцентрованного для удара в закраину гильзы Не забываем, что патрон флабера является патроном кольцевого воспламенения, в котором воспламенение пиротехнического состава происходит при воздействии ударника именно в закраину гильзы В связи с этим хочу предупредить вас, что в данной модели категорически не приветствуется холощение со вставленным пустым барабанным магазином Это чревато тем, что в корпусе барабанного магазина со временем образуются раковины от удара ударника и как следствие это приведет к осечкам при попытке выстрела Поворот магазина осуществляется при нажатии на спусковой крючок при помощи дополнительной тяги или еще можно назвать его толкателем, закрепленным на спусковом крючке Толкатель расположен под углом камором барабанного магазина и проворачивает барабан простым механическим усилием Прилегание барабанного магазина к казенному срезу ствола, по крайней мере в представленной модели, хорошее Но я рекомендую при покупке пистолета не полениться и проверить этот момент самостоятельно Еще одна особенность PMF-1, о которой производитель указывает в руководстве по эксплуатации Это возможность использования только патронов флабера чешского производства Селье Белло Емкость барабанного магазина 5 патронов Прицельные приспособления стандартные для пистолета Макарова Неподвижная мушка и регулируемый целик Ударно-спусковой механизм пистолета PMF-1 как одинарного, так и двойного действия Ход спускового крючка довольно тяжелый, но ровный Срыв курка предсказуемый При извлеченном магазине режим одинарного действия недоступен Теперь перейдем к стрелковому тесту Тест измерения скорости полета пули проведем с использованием хронографа Pro Chrono Digital Серии из 5 выстрелов и с расстояния 1 метр от дульного среза до хронографа В тесте будем использовать, как я уже говорил, патроны флабера чешского производства Селье Белло Тест точности кучности стрельбы проведем с расстояния 5 метров от дульного среза до мишени В качестве мишени будем использовать малую мишень МКПС, распечатанную на листе формата А4 В ходе стрелкового теста подтвердилась информация, указанная в руководстве пользователя Что пистолет рассчитан на использование патронов только чешского производства Патронов Селье Белло Я попытался зарядить и провести стрельбы патронами Динамит Нобель, но ничего из этого не вышло И если в барабаны не вошли, то стрельбы не получилось Выстрела либо не было, либо было воспламенение капсульного заряда Но пули из ствола не вылетали, а выкатывались из барабана после извлечения магазина Далее на вашем экране результаты точности кучности стрельбы И таблица результатов измерения скорости полета пули Пистолет ПМФ-1 оставил неоднозначные впечатления Показанная точность кучность стрельбы вполне приемлемая для патронов Флабера на расстоянии 5 метров Скорость полета пули при этом имеет довольно широкий диапазон разброса Это я связываю с тем, что после стрельбы по характерному наклепу на казенном срезе ствола Выявилась проблема с недостаточной соосностью камор барабана и внутренней полостью ствола При извлечении магазина после стрельбы также выпадали остатки наклепа пуль К достоинствам модели можно отнести то, что он является копией пистолета Макарова В конструкции использованы оригинальные детали ПМ Является единственным представленным на рынке пистолетом под патрон Флабера Обладает неплохой точностью кучностью стрельбы Как недостатки это то, что внешний вид портит отверстие для выбрасывателя Рычаг затворной задержки не функционален Наблюдается несоосность камор барабана с казенным срезом ствола И это, как мне кажется, основной его недостаток Также у пистолета довольно высокая стоимость Пистолет ПМФ-1 безусловно интересная попытка реализовать возможность стрельбы Патронами кольцевого воспламенения или патронами Флабера Из советской легенды, которой является пистолет Макарова Но в данном исполнении он все же несколько сыроват Для того, чтобы завоевать широкую популярность Особенно учитывая его стоимость Внешняя историческая реалистичность пистолета Макарова В данном случае это бочка меда Но в которую добавлена ложка дегтя в виде недостаточно качественно изготовленного барабанного магазина Для того, чтобы первыми узнавать о выходе новых обзоров Вам необходимо оформить подписку на YouTube-канале GunsReview И, конечно же, не забывайте о правилах безопасного обращения с оружием С которыми вы можете ознакомиться на сайте GunsReview.com Или на YouTube-канале GunsReview Всего вам доброго!